Приветствую! С учетом того, что творят некоторые представители ТЦК и СП, у людей возникло разумное сомнение. Мол, нам же говорили, что мобилизация в Украине будет проходить добровольно. А то, что происходит, не очень похоже на добровольную мобилизацию. Ведь когда людей пакуют в бусик, увозят в известном направлении, держат там по несколько суток, пока человек не пройдет ВЛК, ну и потом вперед, ты уже практически добровольно оказался на службе в армии. И вот здесь, собственно говоря, нам и нужно разобраться, а мобилизация изначально это вообще добровольное мероприятие или все-таки нет? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе и почему ходит мысль о том, что мобилизация не является принудительной, мы должны обратиться к одному международному акту, к одной конвенции и посмотреть, а что же там говорится по этому поводу. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Подписаться на него можно по ссылочке в описании к этому видео. И когда вы это сделаете, во-первых, вам всегда будет приходить уведомление о новых видео, а во-вторых, вы получите гораздо больше информации о правовых вопросах, чем на моем YouTube-канале. Подписывайтесь, ссылочка есть в описании. Ну а теперь давайте посмотрим одну интересную конвенцию. Сейчас на экране вы видите конвенцию номер 29. Эта конвенция была принята Международной Организацией Труда и имеет название «Конвенция о принудительном или обязательном труде». Ссылочку я на нее оставлю в описании к ролику, вы сможете с ней подробнее ознакомиться. И вот что же здесь есть интересного. А здесь вот в статье 2 есть такой пункт, ну часть первая, пункт первый, да. Для целей настоящей конвенции термин «принудительный или обязательный труд» понимает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно. То есть конвенция определяет, а что же такое принудительный труд. И вот она говорит, что по сути это любая работа либо служба, которую вы выполняете под угрозой наказания. Ничего ли это не напоминает? По сути в это определение прекрасно ложится категория «мобилизация». Потому что, как мы с вами знаем, если человек не согласен на мобилизацию, если он уклоняется от мобилизации, либо отказывается от мобилизации, то что будет? Наказание. И мы с вами прекрасно знаем. У меня на канале каждый месяц выходит видео с обзором судебной практики, где я разбираю приговоры за уклонение от мобилизации. То есть, исходя из вот этой конструкции, которую предлагает нам международная организация труда, мы уже четко понимаем, что здесь однозначно есть принуждение. Потому что государство предлагает нам какой выбор. ты либо выполняешь свою обязанность, да, мы тебя призываем на службу в армию, либо же, если ты отказываешься, вот, пожалуйста, будет уголовная ответственность. Как мы знаем, в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. То есть, ни о каком здесь добровольном элементе, да, вообще говорить не приходится. То есть, у тебя выбор такой, либо мобилизация, либо тюрьма. Где здесь добровольно? Добровольно должно предполагать еще и возможность отказаться без последствий. Но почему же у нас ходит мысль о том, что мобилизация не является принудительной? И для этого нам нужно снова посмотреть конвенцию Международной организации труда номер 29. А в этой конвенции мы найдем часть 2 статьи 2, в которой написано, что «Однако термин принудительный или обязательный труд для целей настоящей конвенции не включает в себя любую работу или службу, требуемую в силу законов об обязательной воинской службе и применяемую для работ чисто военного характера». Итак, конвенция говорит, что под принудительным трудом не нужно понимать воинскую службу. Как вам это? То есть, в первой части этой статьи мы говорим, что любая служба, любая работа под угрозой наказания является принудительной. А потом во второй части мы говорим, что да все нормально, если это воинская служба, то это уже не следует понимать как принудительный труд. И это нормально. На самом деле, вот если сейчас меня смотрят юристы, они скажут, ну а что здесь такого? Всегда есть общее правило, всегда есть исключение. И в принципе, право и законодательство – это такие категории, которые просто полны условностей. Где вот мы договариваемся о чем-то, решили, что вот так правильно, вот это классно и все. И потом живем по этим установленным правилам. Но это просто условности, нужно это понимать. И вот здесь та условность, которую и использовали как раз в медиапространстве, когда говорили, что у нас, мол, мобилизация непринудительная. Да, потому что с точки зрения международных актов, вот международной конвенции, действительно вот это нельзя считать принуждением. Почему? Вот нужно понимать тоже, почему такое исключение сделали. Потому что здесь есть категория такая, да, у нас еще, как общественное благо. То есть, когда мы призываем человека на воинскую службу, мы его призываем ради общего блага. Ради блага всех жителей этого государства, да. Потому что здесь мы говорим о защите самого государства. И именно поэтому здесь делается исключение. И принудительный труд международными актами запрещается. Но призыв на воинскую службу, который соответствует всем категориям, всем признакам принудительного труда, он не запрещается. И говорится, что окей, это можно. Почему? Ну, мол, это нужно для защиты государства. Вот такая получается интересная история, что с одной стороны мы четко с вами понимаем, что по объективным критериям, да, мобилизация является принудительной. Потому что, если ты не соглашаешься с мобилизацией, если ты отказываешься от призыва, то к тебе будет применяться уголовная ответственность. Срок, на секундочку, от трех до пяти лет. То есть, это не мелочь какая-то. Но в то же время, международные нормативные акты, они не запрещают мобилизацию, не запрещают вот это принуждение. Почему? Ну, потому что здесь, мол, руководствуются высшим интересом, да, что это все во благо государства и общества. И поэтому это разрешено. Поэтому, друзья, не нужно думать, что нас пытались обмануть. Нет, здесь нас никто не пытался обмануть. Действительно, юридически, вот формально юридически, мобилизация не является принуждением, да, и не запрещена международными актами. Но, тем не менее, по факту, по сути самого явления, безусловно, мы должны понимать, что изначально призыв в армию, да, существующий в Украине, как и призыв на срочную службу, он является принудительным. Почему? Потому что, если ты не соглашаешься с этим, не выполняешь требования со стороны государства, то, соответственно, к тебе будет применена юридическая ответственность. А если мы говорим, что есть служба под угрозой юридической ответственности, ну, конечно же, это принуждение. Поскольку здесь нет вот такого, нет воли человека, да, здесь воля человека подавляется. Хочешь ты, не хочешь, да какая разница? Все, тебя призвали, ты должен. И с точки зрения мирового сообщества, это считается нормальным. Вот такая интересная ситуация получается. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Попрошу, конечно, не ставить вам дизлайк только лишь за то, что в Украине идет предудительная мобилизация. Только лишь за то, что, ну, вот такие есть у нас международно-правовые акты. Ну, не я же их пишу, да, я просто рассказываю вам то, что в них есть. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.